Жизнь как конфеты. Кому-то с коньячком, а кому-то только смоктательные. А бокс как киндер сюрприз. Никогда не знаешь, что тебе придется увидеть в бою. То ли подлый удар от проигравшего боксера, то ли парашютиста посреди ринга, то ли двойной нокаут, а может и вовсе сигарету с бутылкой пива в зубах чемпиона. Приветствую вас неуничтожимые воблы в пивнухе. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на случай, в который никто не мог поверить тогда и мало кто верит до сих пор, пока не увидит собственными глазами. Дело в том, что в 1993 году в поединке за титул чемпиона мира, да-да, за пояс чемпиона мира, против легендарного Томми Моррисона по прозвищу Герцог, или как его еще называли Белый Тайсон, о нем я делал обзор и вы можете его посмотреть в конце видео, в ринг вышел полупьяный чудак с толпы, который приехал на бой в день своего рождения, после того, как погудел в баре. Одни рождаются, чтобы убегать, а другие, чтобы не тратить силы на погоню. Томми Моррисон был одним из самых устрашающих нокаутеров конца 80-х и начала 90-х. Он начал свою карьеру очень дерзко. Перед своим первым чемпионским боем он имел за плечами 28 побед без единого поражения. Мало того, абсолютно все победы были досрочны. Но чемпионский бой он проиграл Рэю Мерсеру, после чего снова сделал серию из 8 досрочных побед и со второй попытки забрал пояс WBO судейским решением у легендарного Джорджа Формана. В жизни кому-то хрен без соли, а кому-то икру на шоколад. Так вот, Томми был из вторых. За боксерским рингом у него также все было прекрасно. Кучу подружек, море секса и съемки вместе с Сильвестром Сталлоне в фильме «Рокки 5» в роли Томми Ганна, который сделал его еще популярнее, богаче и знаменитей. В начале 90-х весь мир бокса ждал только одного – поединка Томми против Майка Тайсона, который авансом окрестили боем столетия. Моррисон также должен был склеснуться своими кувалдами с Льюисом за чемпионский пояс, но сначала он должен был его защитить от Майка Уильямса. 30 августа 1993 года был назначен бой против Майка Уильямса, очень перспективного тигра, который был признан проспектом года. Все ожидали от этого боя жести и мяса. Даже солнечный день может омрачить несвежая шаурма. Что же говорить о боксерских боях? В день поединка вроде бы все было как обычно, до того момента, пока менеджер не сказал боксерам выйти из раздевалки для того, чтобы сдать допинг-тест. Уильямс категорически отказался это делать и закрылся в раздевалке, не желая ее покидать. Заяц в зубах лисы испытал меньше шока и удивления, чем организаторы поединка. Чемпионский бой за пояс WBO под угрозой. Все билеты распроданы, права на ТВ-трансляции проданы, толпа требует зрелищ, а противника для Томми нет. Тогда было принято решение, и в зале объявили, что тот, кто выйдет в ринг против действующего чемпиона, получит часть гонорара его соперника. И такой смельчак нашелся. Молитвы организаторов Богу Войны Марсу были услышаны, и в ринг поднялся Тим Томашек, который к тому же оказался профи-боксером. У мужика за плечами уже было около 40 боев, правда с посредственными бойцами, а его в целом считали проходным бойцом для набивки рекорда проспектом. Но в этот вечер Томашек решил не упускать свой шанс сразиться за пояс чемпиона. Сама голубка удачи опорожнилась на плечо Тима в этот прекрасный вечер. Дело в том, что именно 30 августа у Томашека день рождения, поэтому он решил сделать себе подарок и прийти с друзьями на бой своего любимого Томми Моррисона. Но как нормальный мужик-именинник, сначала он с кентами зашел в кабак и хорошо там накатил под закусочку из хот-догов. Возможно, именно это дало ему смелость подняться в ринг. Несмотря на то, что врач на осмотре перед боем сделал заключение алкоголик, Тим все равно поднялся в ринг, а на своих телеэкранах все любители бокса в мире увидели анонс Тимми Моррисона против Тима Томашека. Прекрасней капли росы на Розе может быть только мастерская ложь по телевидению. Комментаторы упорно пытались объяснить всему миру, почему в ринге жирный алкаш в боксерских перчатках. Но обидно, что для Моррисона это было таким же сюрпризом, как и для всех остальных. Поднимаясь в ринг, он-то готовился и ожидал там увидеть двухметровую накачанную афроамериканскую гориллу, а смотрел, как улыбается заплывший пивной живот с обвисшими сиськами. У Томми в тот момент была только одна мысль как бы не убить этого веселого пухляша и при этом, чтобы не опозориться на весь мир. Бой-то все-таки за чемпионский пояс. Но нельзя принимать доброту людей за их слабость. Также нельзя думать, что пьяный мужик сам упадет, ведь частенько сивуха дает броню и бесстрашие. Именно так и случилось с Томашиком. Мужик с первых секунд отлично боксировал и попадал по Томми. Он лез в обмен, обнимался, делал борцовские захваты и все, что было угодно его пьяной башке. Томми это злило, но что ж ты сделаешь человеку, у которого алкоголь отключил болевые ощущения? Целых четыре раунда белому Тайсону пришлось калашматить Тима, пока тот не упал, но потом встал, хотя рефери и не дал ему продолжить. После такого увлекательного поединка, от которого зрители были в восторге, но не с точки зрения бокса, все фаны получили еще больше радости от интервью после боя, в котором Томми серьезно сказал, что Тим хороший и крепкий парень, с которым непросто работать. А то, что вымочил Томашек, послушайте сами, даже без перевода вы все поймете. Как вам рассказ этого веселого парня? Дальше у Тима спросили, не хочет ли он попробовать свои силы в чемпионском бою в крузервейтах? На что он сказал, что не готов отказаться от пива с хот-догами, так что только тяжи. Все в нашей жизни имеет свое время и место. Главное – цепляться за каждую возможность. После этого поединка жизнь Томашека стала гораздо интересней. О нем говорили во всех новостях и приглашали в разные шоу. Но и на профи ринге он расцвел, одержав 16 побед подряд. Конечно, за чемпионство он больше никогда не дрался, но среди среднячков считался отличным бойцом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, сколько чемпионских боев по пьяни было у вас. А если вы хотите посмотреть серьезные обзоры боевых бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Там же вы можете забрать бесплатные видеокурсы по самообороне и муай-тай и подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем. А если вы хотите поддержать канал, вы можете стать спонсором или задонатить на кошелек Юмани любым удобным способом. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Благодаря одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Хлопу вырываю ключицу, подключицу вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Это называется лепить. Лепить. Поехали. Поехали. Продолжение следует...